Депутаты голосовать друг за друга Как я уже говорил в предыдущей передаче, на будущую сессию мы внесли закон, который будет давать возможность в случае принятия лишать депутатов мандата за отсутствие на сессиях Ну и нынешняя неделя была отмечена чередой коррупционных историй, причем как обвинительного характера, так и оправдательного Сегодня стало известно, что по делу депутата областного собрания, бывшего председателя Федерации профсоюзов Архангельской области Александра Савкина Апелляционная инстанция и коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда приняла все-таки решение об отмене приговора по трем эпизодам Хищению денежных средств в особо крупном размере, по коммерческому подкупу и по злоупотреблению служебным положением Дело направлено на новое рассмотрение, но Савкин оставлен под стражей, такова избранная ему на сегодня мера пресечения На этой же неделе случился еще один коррупционный скандал Сотрудник Министерства экономического развития Архангельской области подозревается в получении взятки от предпринимателя Им оказался один из заместителей министра Ранее сотрудница регионального министерства здравоохранения также попалась на хищение 3 миллионов рублей из зарплат своих собственных сотрудников На деньги чиновница приобрела квартиру Подобные истории случаются периодически в нашей, казалось бы, спокойной, относительно некоррупционной по сравнению с центральными и южными регионами области Вспомнить хотя бы пинцетную историю с бывшим главой администрации Архангельской области Николаем Ивановичем Киселевым Правда, уголовного дела тогда так и не случилось, но губернатор тогда прославился на всю страну, после чего и ушел в отставку Еще одно громкое дело – это дело проектора САФУ и бывшего депутата Архангельского областного собрания Дмитрия Таскаева Сейчас он отбывает реальный срок Прославились и депутаты Дела Пионкова и Завьялова у всех на слуху Громкие скандалы случались и в муниципалитетах Зам мэра Шаулов и знаменитые ветеранские дома Попадались и северодвинские чиновники за махинации с квартирами детей-сирот Какие сферы наиболее подвержены коррупции в государственных органах власти, как ты считаешь? Ну, по данным Генеральной прокуратуры, это государственные закупки, что, в общем-то, наверное, естественно Лицензирование и реализация государственных программ, а также использование государственного и муниципального имущества Таких историй, касающихся коррупции в органах власти, комовства, воровства, откатов и тому подобных, конечно, немало Но еще большие истории могут рассказать почти каждый наш житель о так называемом бытовом взяточничестве Дачи взятки для решений или ускорения решений неких своих жизненно важных вопросов Приведу лишь одну цифру. Бытовую коррупцию считают вполне оправданной и нормальной 23% граждан России Самые коррупционные сферы, с которыми сталкиваются большинство жителей, по данным Левада-центра Обращение в больницы, получение номеров и водительских удостоверений, нарушение ПДД, поступление в ВУЗы и получение документов в местных органах власти Эти сферы назвали сами люди, которым приходилось давать взятки Сегодня на тему коррупции у нас высказались и федеральные органы власти, в частности, министр труда и социального развития Максим Топилин Так в скором времени все государственные и муниципальные служащие будут обязаны пройти процедуру принесения присяги Через эту процедуру пройдут не только вновь поступившие, но и уже и те, кто находится на государственной службе Обязанность приносить присягу ляжет многослужащих рангом ниже министра Заместители министра, директоров департаментов, заместители директоров департаментов, специалистов и далее по списку Согласно действующему законодательству, представитель правительства и его заместители и министры не являются государственными служащими Им приносить присягу не придется Идея введения присяги государственных служащих принадлежит главе государства Владимиру Владимировичу Путину. Разработка текста присяги вошла в список поручений, данным им в феврале этого года по итогам заседания Совета при президенте по борьбе с коррупцией. Итак, опрос нас сегодня звучит следующим образом. Как вы считаете, будет ли принесение присяги чиновниками эффективным механизмом в борьбе с коррупцией? И три варианта ответа. Да, нет и затрудняюсь ответить. Мы ждем ваших отзывов на наших страницах в социальных сетях в Фейсбуке и Вконтакте Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. На своих экранах вы также видите адрес электронной почты для связи с нами. До свидания и всего вам доброго. До свидания.